Всем привет! Давным-давно у меня был урок по работе с часами DS1307. Но он был поверхностного начального уровня, то есть показывал базовые функции, как общаться с ним по I2C протоколу, как записать данные, как прочитать данные. Но сейчас у меня возникла необходимость использовать именно какое-то устройство для отчета времени. Часы, которые сейчас мне пришли от Tixfair на базе микросхемы DS3231, посмотрел дата-шит, там будет посложнее, поэтому я решил их отложить и использовать именно DS1307. Но уже применить накопленные знания и создать макрос по работе с этими часами. На мой взгляд все получилось отлично и удобно для использования. Еще раз быстренько приближимся по дата-шиту. DS1307 общается с микроконтролером по I2C-шине. На борту 8 регистров, с которыми мы работаем, в которых хранятся настройки и установлены значения для секунд, минут, часов, дней, даты, месяца и года. И также 56 байт, 56 ячеек памяти для хранения произвольных данных. Эта память у нас также запитывается от источника питания на борту модуля. То есть отлитивая батарейки напряжением 3 вольта. Если пропадет основное напряжение питания контроллера, то все данные сохранятся, часы продолжат свой отсчет. Но если вытащить батарейку из модуля, то пропадет и настройки времени и все данные, которые хранятся у нас в памяти. Ну, кстати, на модуле также есть EEPROM, энергонезависимая память, но ее использовать я пока необходимости не вижу. Часы автоматически учитывают высокостные и невысокостные годы, количество дней в месяцах, то есть ничего подстраивать не надо. Так заявлено производителем. Насчет точности в комментариях к тому видео писали, что вроде как там кварц плохой и встречаются модели, у которых время считается не совсем правильно. Этот модуль подключил на 12 часов примерно, прошло все нормально, ничего не сбилось. На борту у нас кварц для тактирования часов, линия SCL-SDA уже подтянута резисторами к плюсу питания. Расположен отсек для батарейки литиевой 3-х вольтовой. И есть выход, с которым мы можем снимать сигнал определенной частоты. В этом макросе я этот сигнал не использую. Едем дальше. Напряжение питания 5 вольт. Далее основная карта регистров. Что у нас тут? В нулевом адресе. Во-первых, вот этот бит, он определяет в ключе у нас генератор или нет, то есть его надо установить в ноль. Остальные значения обозначают десятки секунд и просто секунды. Второй регистр. Десятки минут, минуты. Третий регистр, адрес 02, определяет настройки вывода часов. 12-часовой формат, либо 24-часовой. Я выбрал 24-часовой, так как я думаю уже все привыкли к цифровому отображению часов. И с ним будет меньше проблем. Дальше часы. Следующий регистр это дни с 1 по 7, понедельник, воскресенье. Четвертый регистр, дата. Пятый регистр, месяц. Шестой регистр, год. Последние две цифры года. И седьмой регистр это настройки как раз того выхода, на котором можем получить сигнал определенной частоты. Далее регистры с 8 по 3F. Это наша память RAM, в которой мы можем записать любое произвольное значение. Регистр по адресу 0.7 определяет режим работы вот этого выхода с модуля. И мы можем получить на нем частоту 1 Гц, 4 кГц, 8 кГц, 32 кГц. Если в этом есть необходимость. Но я эту функцию не использую. Для записи значения в какой-либо регистр модуля мы отправляем адрес устройства. Адрес этих часов на линии 11.01.400. Последний бит определяет, что мы будем делать, читать или записывать. В данном случае записывать. Затем мы указываем адрес регистра, в который будем писать. И потом отправляем данные, которые мы хотим в него записать. Если отправить еще один байт данных, то он запишется в следующий регистр по порядку. Для чтения определенного регистра мы отправляем стандартные функции. Команда старт, адрес микросхемы. Последний бит равен 0. Указываем адрес регистра, который мы хотим прочитать. Команда стоп, команда старт. Указываем адрес микросхемы, но уже последний бит равен 1. То есть младший бит. Что означает мы будем читать, принимать значения от модуля. И получаем нужное количество байт. Если принимаем только один байт, что я и делаю в макросе. То мы читаем только регистр, который указали здесь адрес. Если продолжаем чтение дальше, то читаем последующие регистры. Теперь рассмотрим простую программу для работы с этим модулем. Использовал я опять же компоненты Custom и стандартные команды I2C Master. То есть для работы с модулем DS1307 нужно поставить I2C Master, компонент Custom. Зайти в Custom Code, нажать Import. Он сейчас мне не даст. И выбрать Macros DS1307. В Comport я сейчас просто вывожу значения для простоты. Давайте посмотрим, что внутри компонента Custom. Defines. Здесь мы определяем функции стандартные для компонента I2C Master. Это отправка байта, это получение байта, команда Start и команда Stop. Далее именно вот эти команды мы и будем применять в макросе. И также для простоты, ну, относительно, я ввел вот эти вот переменные. Адрес W, то есть write записывать, он будет заменяться на это значение. И адрес read, то есть читать, будет заменяться на это значение. Первый макрос инициализация модуля. Открываем и смотрим. В самый первый раз, когда вы покупаете модуль, его значения могут иметь неопределенное состояние. Поэтому лучше выполнить эту процедуру инициализации, которая отключит выход дополнительный и включит генератор на модуле. Что мы делаем? Команда Start. Отправляем команду. Адрес DS1307 у write, то есть будем записывать. Указываем адрес регистра, в котором мы начнем писать. Это нулевой, самый первый, секунды. И заполняем его. Секунды 0,0. То есть здесь мы записываем в первый регистр все нули. И вот этот бит ставим 0. То есть включаем нашу генерацию. В минуты нулей, в часы записываем 0x18. Смотрим, что это значит. 18. Старший этой бит у нас равен 0. Мы выбираем 24-часовой режим отображения времени. И далее указываем настройки времени. Я поставил 12 часов. Следующие. Дни 0, дата 0, месяц 0, год. Ну я записал сразу 17-й. И седьмой регистр по адресу 07h. Мы отключаем дополнительный вывод. Записываем сюда все нули. На этом все. Отправляем команду Stop. Важное замечание, что в этом макросе происходит первоначальная настройка всех регистров и их обнуление. То есть, если вы купили модуль, установили в него батарейку, вынимать батарейку больше не собираетесь, то нужно один раз, только один раз залить в микроконтроллер прошивку, где будет эта команда init. После этого для дальнейшей работы с модулем вы эту команду удаляете. Иначе при каждом перезапуске контроллера он у вас будет стирать память в модуле DS1307. Что нам конечно же не надо. Далее идут команды для настройки нашего времени. ResetSec. Смотрим. Я подумал, что нет необходимости делать установку секунд для какого-нибудь таймера, только если. Но, не знаю, пока оставлю так. Кому надо установку секунд, могут переделать по примеру далее. Как я настраивал минуты. То есть при вызове этого макроса мы просто сбрасываем секунды в ноль. Команда start, команда записи, указываем нулевой регистр, указан значение 0, команда stop. Все. Следующее. Минуты. Вот здесь уже показывается весь принцип действия, как формировать значения для записи данных в регистр. Так как мы видим, что почти во всех регистрах у нас разбито младшие 4 бита это единицы минут, старшие 4 бита это десятки минут. То есть записать сюда правильное значение не так-то просто. Давайте этим займемся. При вызове этого макроса, вот он, мы задаем какое-то значение минут. Допустим, в данном случае я ставлю 6 минут. Ну давайте для примера возьмем не 6, а десятичный формат и пусть будет 25 минут. Такое значение. То есть нам в регистр нужно записать не вот это, а в младшие 4 бита мы записываем 5, а в старшие 4 бита мы записываем цифру 2. Поэтому в этих операциях мы раскладываем наше десятичное число, которое указали, которое хотим записать в этот регистр на вот эти десятки и минуты. Что здесь происходит? Объявили дополнительные переменные и рассчитываем. 25 минут хотим записать. Чтобы получить десятки мы 25 делим на 10. Разделить на 10. Получаем 2. Получили количество десятков, которые надо записать вот в эти ячейки. Далее, минута единицы равно минуты, то есть 25, минус минуты десятки, 2 умножаем на 10, минус 20. Получаем 5. Именно то значение, которое нужно записать в младшие 4 бита. После этого минуты десятки, то что мы получили 2, нам нужно перенести в старшие 4 бита. Просто сдвигаем их на 4 разряда влево. Раз, два, три, четыре. Мод у нас значение 2, но сдвинутый на 4 разряда влево. И прибавляем к этому значению количество единиц минут. Плюс 5. Получаем вот такое значение, которое уже и записываем в регистр. Сформировали число, старт, адрес, запись. Указываем первый регистр, минуты. Указываем полученную переменную, мин. И команда стоп. Именно по этим формулам рассчитываются значения для всех остальных регистров. И если нужно, можете сделать для секунд. Тут еще я заморочился и их переименовывал. Но в принципе их можно было не переименовывать, вот эти переменные. Так как они у нас просто временные. Здесь часы, макрос setHawers. Часы десятки, часы единицы. Часы десятки равно значение, которое мы хотим записать. Передали в этот макрос. Делим на 10. То же самое. Значение минус десятки умножить на 10. Сдвинули на 4. Прибавили. Все, получили. Старт. Команда записи. Второй регистр, где наши часы. Отправляем это значение. Стоп. Таким образом записываем нужные данные в регистр. И точно так же day. Но здесь нет преобразования. Тут просто вот видим простой регистр. Поэтому ничего рассчитывать не надо. Указали адрес. Отправили значение. И по тем же формулам мы рассчитываем дату, месяцы, годы. Все то же самое. Меняется только название входной переменной и адрес регистров, в который мы записываем данные. Ок. Далее. Макросы по чтению этих регистров. Когда мы хотим вывести данные на дисплей, там или отправить в моем случае в компорт. Прочитать секунды. Здесь опять же нужно делать преобразование, но уже обратное. Давайте посмотрим. Объявляем переменные секунды, десятки секунд, единицы секунд. Указываем адрес регистров, который мы хотим прочитать. Старт. Запись. Нулевой регистр хотим прочитать. Секунды. Стоп. Старт. Теперь отправляем команду чтения. Это не надо. И даем команду. Переменная секунды равно i2c getByte. И указываем здесь цифру 1, потому что это последний байт, который мы хотим прочитать из модуля. Если бы читали дальше еще значения, то здесь был бы 0. Но я ставлю тут единицу. Получили переменную сек, которая хранит значения от этого регистра. Теперь нам нужно его раскидать на привычный вид. Команду stop отправили. Теперь производим математические операции. Секунды десятки равны секунды сдвинули на 4. Опять же смотрим. Вот то значение 25, ну допустим минут. То, что мы записывали, пусть будет 25 секунд. Это то значение, которое хранится у нас в регистре. Получаем десятки секунд. Сдвигаем это значение на 4 разряда вправо. Раз, два, три, четыре. Так, вот эти единички удаляем. Получаем 2. Десятков у нас 2. Все верно. Возвращаем значение. 37. Чтобы получить единицы, мы избавляемся от старших бит. Переменная сек, логическая операция и... И вот такое значение. Первые 4 бита равны нулю, то есть они так и будут нулей. Какое бы значение не стояло в памяти регистра. То есть 37, end и... Вот такое значение забиваем сюда. Равно. Получаем 5. И просто их складываем. Десятки умножаем на 10. 2 умножить на 10 будет 20. Плюс 5. Получаем 25 секунд. Это значение мы выводим из макроса. Окей. Ну и все. Остальные точно таким же образом. И далее я даже не менял вот эти значения. Они особой роли не играют. Все, что мы меняем в дальнейших макросах, это адрес регистра, который мы хотим прочитать. И я опять же заморачивался, менял значение перемены, которое мы хотим прочитать. Но оно никакого значения не имеет. Потому что все равно мы его выводим и присваиваем той переменной, которую указываем при вызове макроса. Ну, заморочился так заморочился. Ладно. Расчеты для всех остальных регистров точно такие же. По точно такой же формуле. Готово. Расчеты для всех остальных регистров.